Продолжение следует... 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 Снизу это абсцесс предстательной железы, все туберкулезного генеза, циститы, аневризмы брюшной аорты, пилонефриты, ну понятно, что и легочной туберкулез, поражение костей. На крайнем правом слайде внизу это абсцесс яичка туберкулезный. В моей практике небольшой был даже пациент, которому мы выполняли морхоэктомию по поводу туберкулезного орхоэпидидемита, поражение печени в том числе. Вот у Вас, Артем Александрович, вступим в дискуссию, может быть небольшую. Были ли у Вас, уважаемые коллеги, опыт каких-то осложнений может быть на фоне БЦЖ-терапии? Было бы интересно. Да, есть небольшой опыт и в плане проведения БЦЖ-терапии. Я недавно в Казахстане выступала с этой тематикой. Интересное наблюдение, что вот эти вот отложенные нежелательные явления по формированию гранулемы наступают от, ну где-то через 7-10 лет. И был такой у нас интересный случай, что пациентка проходила БЦЖ-терапию по поводу немышечно-инвазивного рака. Терапия завершена, пациентка находится в ремиссии, но через некоторое время при обследовании у нее было обнаружено образование почки. В частности, вот как на верхнем слайде изображено, оно достаточно такое гомогенное, не очень больших размеров, но с учетом, что пациентка молодая, принято было решение удалить это образование с подозрением, так как оно опухолевое. И по данным гистологического заключения было получено, что там находятся клетки, если правильно помню, Ланген-Гарса клетки, что это подтверждает наличие гранулемы. В отношении образований, которые возникают в яичках, которые вот нижняя часть слайда, тоже были ситуации, но уже не острые, а в отложенном периоде. И в этом плане необходимо быть крайне насторожными, потому что они могут, с одной стороны, мы можем не подумать о том, что это отдаленное осложнение БЦЖ-терапии, с другой стороны, они могут симулировать герминогенные опухоли. Поэтому в этом плане надо быть очень и очень осторожными. Ну и при этом консервативно, по данным литературы, эффективно лечится. Длительно, но эффективно, ну в плане туберкулезных. Если острый период. Нет, даже, ну и хронические вот эти инфекции туберкулезные, по крайней мере, в течение нескольких месяцев могут быть излечены. То есть нужно быть внимательным, конечно. Вот у вас, Айкс Аркистович, были какие-то? Вы давно работаете? У меня не было. Не было, да, не сталкивались? Ну ясно, ладно. Ну пойдем дальше. Небольшая статистика. К сожалению, хотелось более глубокий анализ провести этой работы. Ну то, что имеем. На данном слайде представлено количество впервые взятых на адъювантное лечение пациентов за последние годы, за последние 7 лет получается. Которые получали адъювантную терапию в Тюменской области. То есть мы видим, что работа ведется, пациенты эти есть, они получают терапию активно. Ну понятно, что в плане сложно дифференцировать. То есть здесь и пациенты, которые получают и противоопухолевую терапию, и БЦЖ терапию. Но последние годы, учитывая отсутствие метамицина, то, наверное, вот эти последние 3 года можно оценивать как количество пациентов, получающих БЦЖ терапию. То есть это порядка 40 пациентов каждый год. Вот так выглядит кабинет у нас, проведение БЦЖ терапии в онкодиспансере в медицинском городе. Пациенты на время инстилляции меняют положение тела свое для качественной экспозиции. Ну и перейдем к клиническому случаю, о котором я хотел рассказать. И вот Мария Владимировна очень интересный формат, интерактивный представила. Потом надо будет обменяться секретами, как это все организовать. Потому что интересный формат. И я бы тоже хотел, чтобы мы вместе разобрали этого пациента и какие-то неоднозначные моменты, может быть, обсудили. Пациент 57 лет, 2015 год. По обследованиям особенностей каких-то не было. Ну вот результаты его цистоскопии перед трансфорторной резекцией. Видим крупную опухоль на ножке. Около 3,5-4 сантиметров. Понятно, что нужно делать трансфорторальную резекцию. Это и было выполнено пациенту. Гистологический урталиальный карцинома. Глубина инвазии в подслезистый слой, Т1, да. Умеренно дифференцированная. 40 миллиметров. Если классифицировать его по группе риска, то это промежуточный риск рецидивирования. Мы знаем эти таблицы. Соответственно, у меня вопрос, Айк Саркисович. Как в этой ситуации вы бы поступили в дальнейшем? Вы бы пациенту провели тур секонд-лук? Ведь это рекомендовано клиническими рекомендациями всем пациентам с опухолью Т1 проводить секонд-лук. Или бы перешли сразу к адъювантной терапии, чтобы не тратить время на секонд-лук? Я бы в этой ситуации, чтобы не тратить время, сделал бы трансфорторальную резекцию, сейчас же бы, и не проводил бы тур секонд-лук, потому что опухоль хоть и 4 сантиметра, но ножка 1 сантиметр. Там вы легко опухоль поднимаете резектоскопом наверх, да? И здесь полный контроль границы резекции, я уверен, это можно достичь раз. И даже БЦЖ-терапию не стал бы его отправлять туда. То есть лечение бы завершил просто туром. Наблюдение. Да? Вы, Мария Владимировна, как считаете? Я не соглашусь, потому что всегда при выявлении стадии либо Т1, либо степени дифференцировки G3, пациент должен подвергаться секонд-лук, потому что у нас есть риск неполной недооценки. И степень распространенности опухолевого поражения. Мы очень любим в своей практике использовать фотодинамическую диагностику с целью исключения карциномы инситу. Обязательное исследование простатического отдела уретры. И если все в совокупности нам позволяет поставить диагноз промежуточного прогноза, то у пациента встанет вопрос или высокого риска, какую терапию ему назначить. И с промежуточным риском он не может быть оставлен под наблюдение. По стандартам ему должно быть назначено или предпочтительно БЦЖ-терапия, или, если нет такой возможности, назначение химиотерапии внутрипузырной. Если высокого риска, то однозначно БЦЖ-терапия. Поэтому в плане правильной оценки и стадирования процесса должно через 4-6 недель выполняться секонд лук. – Окей. А БЦЖ-терапия Вами проводится в Вашем институте? – Да, обязательно. – Да? А внутрипузырная химиотерапия? – А внутрипузырная какая? Аферматная? – Да. – Витамицина нет, есть доксорубицин. – Доксорубицин. – Да, вот этих пациентов немного. – А как Вы определяете, ковонодоксорубицин внутрипузырная, ковонно БЦЖ-терапию? – Ну, по степени риска. Если пациент высокого риска, однозначно рекомендуем БЦЖ-терапию. И еще такой момент, что там же не просто так начать эту БЦЖ-терапию. Там мы же проводим ее отечественным препаратом. Необходимо проводить скорификационную пробу, чтобы возможность у этого пациента было провести БЦЖ-терапию. Кроме того, необходимо определять цитологическое исследование мочи, чтобы не было позитивной цитологии, и исключить поражение верхних мочеводящих путей. То есть это очень сложная ситуация, но секонд-лук обязательно должно быть выполнено. – Просто я, извиняюсь, вмешаюсь. То есть секонд-лук, мы гистологию сначала две недели ждем, потом мы, получая гистологию, через две недели должны пациента запланировать на госпитализацию еще, через несколько недель, наверное. Потом он поступит, мы ему сделаем секонд-лук. Скорее всего, придет отсутствие опухолевой ткани при секонд-луке. Если еще мы две недели подождем, правда, эту гистологию, потом он пойдет к физиатору, то есть он начнет, скажем так, БЦЖ-терапию через несколько месяцев. – Вы думаете, что если не на зажившем мочевом пузыре, с выраженной ирритативной симптоматикой, ваш пациент через 2-3 ведения БЦЖ-терапии, он сорвется. И в итоге вы пропустите несколько ведений БЦЖ-терапии, и тем самым спровоцируем БЦЖ-рефракторность. Потому что он все равно через противопоказанием для БЦЖ-терапии является ранее проведенная трансуретральная резекция. Вы все равно должны выдержать интервал. – 3-4 недели подождать, да? – Да, вы должны выдержать интервал. – Ну, таким образом, все равно мы откладываем, если будем проводить секонд-лук. Ну, хорошо, я понял. Мы все-таки поступили несколько иначе. Мы, естественно, оценили то, что риск у пациента у этого промежуточный, и он имеется, мы его не отпустили просто на наблюдение. Но, к сожалению, на том периоде БЦЖ-терапия у нас в онкодиспансере не проводилась так широко, да? Она больше проводилась в таком индивидуальном, скажем так, порядке. И поэтому пациент получал метамицин на тот период. Он получил индукционный курс и поддерживающий в течение года. И через несколько лет, получив полный курс годовой, потом он через несколько лет, в 2018 году уже появился вновь, выявлен у него рецидив, это первый был рецидив. И, Артем Александрович, к Вам вопрос. Вот смотрите, это результат трансраторальной резекции рецидива. Как Вы считаете, серьезная ситуация у пациента была? Большой был рецидив или нет? Можно ли сказать по вот такому материалу удаленному? Насколько серьезная ситуация? Вячеслав Геннадьевич, Вы представляете макропрепарат, Вы мне дайте заключение морфологическое. Что морфолог описал? Может быть, он описывает воспалительные изменения в мочевом пузыре. Это провокационный вопрос. А скальпелечек рядом не положил, мы же не видим расстояние. Ну, это небольшая чашечка, Вы ее, Айк Саркисович, знаете хорошо. Она примерно до 7 сантиметров. Но на самом деле, несмотря на то, что кажется, объем удаленного материала небольшой, на самом деле объем поражения довольно крупный. Можно нажать на видео. Объем поражения довольно крупный. Мы имеем возможность использовать NBI режим в нашем отделении. Это множественный рецидив. Мы видим еще и субклинические очаги, которые в обычном свете не видны. Поэтому объем резекции, конечно, был большой, несмотря на то, что материал небольшой, все стенки были поражены. Было удалено более 8 штук, естественно, опухолей. В материале тоже была инвазия в субэпитолиальную ткань, но степень дифференцировки несколько более благоприятная. Как Вы считаете, Артем Александрович, в этой ситуации, что пациенту нужно в дальнейшем делать? Я хотел Вас спросить, Вячеслав Геннадьевич. Я-то расскажу. Тут очень интересная ситуация. Но я сразу говорю, что та опция, которую я бы предложил, она не сделана была бы. Я думаю, тут рассматривали вопрос, наверное, на цистектомии данного пациента. Ну, Вы такой вариант думаете, да, было бы для него? Если мы признаем БЦЖ рефракторность, то пациенту возможна иммунная терапия. Нет, мы здесь БЦЖ не проводили. БЦЖ тогда не было для пациента. Он получил метамицин. А, метамицин был первым? Да, он был метамицин получил. Перейти на БЦЖ терапию. Вы, Елена Владимировна, как считаете? Как бы? А секонд лук проводили бы? Тут всё-таки Т1 также была. То есть её объём большой поражения, то есть все стенки поражены. Есть вероятность того, что... А у меня был один опыт в этом формате. Подобному пациенту я провёл секонд лук, и у него за месяц успел вырастить рецидив. То есть мы не успеваем начать БЦЖ терапию. Просто не до конца удалил. Ну почему не до конца удалил? Нет, я до конца удалил. Успел. Ну, этому пациенту мы начали БЦЖ терапию. Резекция была довольно-таки тщательная, дотошная в течение нескольких часов, поэтому все видимые очаги были удалены. И мы посчитали, что для пациента после эпитализации важнее начать уже БЦЖ терапию, потому что, грубо говоря, всю слизистую срезать невозможно, неразумно, наверное. В данной ситуации начата была БЦЖ терапия. Он прошел полный курс индукции и поддерживающий режим до года. И через несколько лет, уже после окончания БЦЖ терапии, не во времени ее, он столкнулся со вторым рецидивом. Вот такая опухоль, видео, к сожалению, только изображение. Три опухоли, было наиболее крупное, из них 15,5 мм и 5 мм. И по гистологии мы после резекции рецидивной опухоли получили вот такое заключение. Инвазивная уротилияная карцинома с поражением мышечной пластинки. Мария Владимировна, что бы Вы в этой ситуации сделали? Какая тактика была бы у пациента? Я пытаюсь сообразить, что такое мышечные пластинки. Это же не мышечный слой. Это не мышечный слой. Вы в правильном направлении думаете, да? Это не мышечный слой. Соответственно, идет речь об отдаленном рецидиве на фоне БЦЖ терапии, когда пациент уже находится в фазе наблюдения. Повторно есть рецидив немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Я бы его оставила, либо попробовала бы сделать реиндукцию БЦЖ терапии после проведенной трансуретеральной резекции. Сейчас у нас, конечно, есть добавление опций после случая в БЦЖ рефракторного рака мочевого пузыря пембролизумаба. У меня такого опыта нет, назначения этого препарата. Но, тем не менее, я бы однозначно выполнила трансуретеральную резекцию этому больному. И в отношении дальнейших попыток лечения, наверное, я за реиндукцию БЦЖ терапии. Вы считаете, это БЦЖ рефракторный рак или нет? Я так не считаю, но я согласен. Какой срок был по окончанию БЦЖ терапии и до возникновения... Получается, около года он получил, пусть будет в середине 2019-го, где-то, получается, больше года прошло после БЦЖ терапии. Это не БЦЖ. БЦЖ рефракторный, да, это мы тоже не посчитали. Действительно, у нас, как Александр Валерьевич в своём докладе, наверное, говорил, есть особенности морфологической диагностики у нас в последние годы, что не всё смотрится в морфоцентре. Действительно, иногда приходят такие заключения, которые нужно очень внимательно читать в отношении мышечной пластинки. Действительно, морфологическое исследование было дополнительно проведено в морфоцентре онкодиспансера. И при пересмотре мы получили всё-таки инвазию в мышечную пластинку слизистой оболочки. То есть это не Т2 всё-таки, как изначально казалось. Поэтому пациенту проведена была повторная БЦЖ терапия. И на фоне лечения уже в процессе БЦЖ терапии у пациента развился рецидив. Две опухоли 5 мм, но это уже было, получается, практически в конце года. То есть уже на поддерживающем режиме. В этой ситуации, Артём Александрович, как бы Вы поступили? На самом деле молодой пациент, 57 лет. На тот момент, уже ему, будем говорить, 63 года примерно. Всё равно молодой пациент. Тут надо с пациентом разговаривать всё-таки. Если пациент приемлет в себе тактику хирургического лечения, удаления мочевого пузыря, то тогда радикальная цицитомия, если лицестопластика. Если же пациент не настроен в настоящий момент, то тогда иммунотерапия, о которой мы уже сегодня говорили, как БЦЖ, рефракторный рак. Могу вмешаться? Да, конечно. Извини, пожалуйста. На фоне БЦЖ-терапии, если у пациента возникает рецидив опухоли в мочевом пузыре, но при этом не изменяется степень дифференцировки, не изменяется стадия заболевания, то эту ситуацию мы не расцениваем, как БЦЖ-рефракторность, её можно повторно стурить. И можно в дальнейшем продолжить лекарственное лечение, выбранной терапией. Степень дифференцировки Грейт-1, то есть она не стала хуже, и ПТА. По-моему, в клинических рекомендациях это не зафиксировано. Там зафиксировано отношение, разобраны термины, что такое БЦЖ-рефракторный рак, что такое БЦЖ-рецидив. Это у нас БЦЖ-рецидив, но не рефракторный, ещё рак мочевого пузыря. В ЯУ такая прям глава есть, где они разбирают отличия между ними. То есть Вы бы цистоктомию не предлагали в этой ситуации пациенту? Ну, наверное, пока бы нет. Я с Марией Владимировым полностью согласен, но я бы вначале этому пациенту сделал бы исследование верхних мочевых путей. Ну, верхние, хорошее предложение, верхние мочевые пути на всех этапах лечения у пациента были исследованы, да, в этом подвоха нет. А Вы, Елена Владимировна, как считаете? Я с Марией Владимировна сегодня. Ну, ну всё. Ну, на то мы порешили. Действительно, пациенту была выполнена резекция этих образований и проведён повторный курс БЦЖ, и в настоящий период, в настоящий год у пациента безрецидивный период в течение 26 месяцев. Поэтому эта тактика позволила пациенту справиться с болезнью. Ну и подводя итоги заключения нашего клинического случая, надо сказать, да, то, что пациенты с раком мочевого пузыря требуют дополнительного внимания химиотерапевта, комплексного подхода в лечении и использования в основном БЦЖ-терапии и некоторых других агентов, которые в настоящее время активно разрабатываются и используются. Спасибо. Спасибо.